что опять картошку прячешь да смотри чуть-чуть надо было раньше но еще можно пройтись вот а прячу я как всегда от картофельной моли смотрите что происходит мы насыпали гряды вот видишь картошечка сверху сейчас я постараюсь показать как все происходит сейчас у нас картофельная моль это бич вот сейчас я ее помою если это нормально то есть еще ее не повредили вредители то это хорошо значит я успеваю стараюсь чтобы успеть все время закрываем и вот когда выращиваем делаем первое окучивание второе окучивание третье как можно больше окучивания чтобы поднять вот эту гряду и насыпать на картошечку как можно больше земли потому что картофельная моль если уже больше 7 сантиметров земли вот здесь чисто видишь вот здесь вот чуть-чуть вот грибковые вот видимо сверху а вот здесь картофель чистый а нет уже не чистый вот да уже видишь я здесь не успела это уже здесь полакомились вот эти моли то есть здесь были отложены яйца вот как мне повезло но надо спасать пока вот они видишь сверху здесь верхней части так верхней части заберем отсюда получается картофельная моль с помощью вот этих лазов щелей забирается картофелю и откладывает туда свои яйца и естественно развивается и вылезает а что она делает она есть картофель на то она и картофельная моль поэтому вот таким образом вот видишь даже вот здесь вот картофель сверху он тоже будет подвержен вот этому этой проблеме потому что вот сейчас по моему еще нет еще его не успели испортить что делаю я ну а сейчас во первых расскажем что это за вредитель и почему и как нужно с ним работать картофельная моль это подступный такой хитрющий враг картофеля враг нашего второго хлеба по другому я не называю это действительно не просто вредитель это тот вредитель который уничтожает тихо невидимо картошечку начиная с того что в огороде в земле во время вегетации это проходит цикл развития картофельной моли от 22 до 30 дней в связи с тем что в этом году были вот сложные погодные условия июнь был прохладным сравнительно и естественно дожди вот картофельная моль начала развиваться позже я вот вижу по количеству этой картошечки все-таки еще немного но и стебли некоторые повреждены и это уже произошло когда установилась тепло то есть уже то есть уже в июле месяце срок жизни картофельной моли в стадии бабочки когда она летает три недели и вот поэтому в течение трех недель надо выловить этот момент чтобы ее обработать а используем мы препарат скорада м биопрепарат для того чтобы справиться с этим вредителем и вот за это время летание бабочкой три недели картофельная моль откладывает от 50 до 200 яиц на листья снизу на стебли на клубни если вот такие лозы есть расщелины залазить туда легко проникает и на клубни откладывает яйца в яйце находится личиночка и она развивается от 5 до 15 дней если благоприятные погодные условия а благоприятные идеальные условия для жизни картофельной моли вот этой личиночки от 22 до 26 градусов при влажности воздуха 80 процентов и вот это получилось что начало июля как раз было таким хорошим благоприятным условием для развития картофельной моли гусеница личинка живет вот выничтожает от 10 до 48 дней снова же все зависит от погодных условий в стадию куколки переходит моль на растение в почве вот бывает что я вижу что находится именно в стеблях большие стебли когда вытягиваешь при выкопке там тоже иногда появляется но она очень хитрая она забирается в почву а если есть где-то сорняки естественно она там перезимовывает забирается в почву и там живет она кстати очень живучая картофельная моль даже есть исследования проводили такие испытания картофель доводили до минус 1 градуса она не погибает картофель при этом погибает потому что замороженный картофель при минус 1 он не хранится затем размораживает а вот картофельная моль выживает значит нужно меньше температура но где же это и как это можно сделать если картофель погибнет поэтому зная что идеальные условия 22 26 влажность воздуха 80 уже начинаем работать против этого вредителя защиту делаем ну а гибельная температура выше плюс 36 градусов когда сильно жарко вот на почве значит в это время картофельная моль просто-напросто не развивается затихает вот поэтому вот эти периоды когда она вот так развивается растянуты то очень быстро то достаточно медленно проходит вот этот процесс развития этого вредителя что мы делаем мы когда выкапываем картофель посмотрите мы сняли видео в прошлом году что делает картофельная моль с картофелем она уничтожает вот много испорченных таких картофелин самые крупные те которые под верхом и вот я сейчас вот эти картофелины вытягиваю те что под верхом чтобы картофельная моль их не уничтожала и обязательно мою 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 картошечку сначала в чистой воде затем погружаю на минуту минимум на минуту полторы в раствор марганцово-кислого калия он делаю такой средний и не темный и сильно и не сильно светлый и вот получается что вот если марганцовка попадает и даже если лаз какой-то есть дырочка в картофеле и даже яйцо если отложено там то марганцовка просто-напросто съедает и нету процесса развития личинки и вот это нам помогает мы хорошо храним зимой в картофель в погребе а если бы мы не мыли то была бы куча бабочек летала при нынешних условиях особенно была осень прошлого года двадцатого было тепло очень долго там бы летало их море этих бабочек и всю 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 картошку уничтожили бы а у нас вот несколько картофелин осталось вот до сегодняшнего дня я их обнаружила проросли они до сих пор находятся здоровыми целыми по крайней мере и нормально себя чувствуют если посадить возможно еще бы были еще бы росли но сильно жарко и второе вторую посадку уже сейчас не планируем потому что во первых жара во вторых просто негде уже высаживать раньше это мы делали вот такая важная тема и я думаю что я объяснила вам что это такое посмотрите свою картошечку пройдитесь раньше это был бич юга украины но сейчас установилась жаркая погода везде и север сейчас под этой жарой а значит есть и перемещается семена из юга из различных регионов на север обязательно этот вредитель появится и у вас поэтому просто профилактика обрабатывайте биопрепаратами картофель против всех вредителей и тот же колорадский жук и другие вредители которые есть на нашем картофеле к сожалению желающих воспользоваться нашим трудом очень много и сейчас наша задача состоит в том чтобы если картофель поражается летом колорадским жуком то сейчас вот этот период когда очень активно идет поражение смотрите я стараюсь и по бокам вот и везде чтобы тут и картофель если что сразу выбираю везде нужно вот эти лозы дорожки картофелю просто-напросто закрыть ну а тот картофель который мне попадается он идет на кухню вот таким образом я конечно беру делаю это и плюс еще обработка против вредителей то есть вот эти бабочки которые вечером но я смотрю сейчас нету но все равно уже надо пора провести обработку против вредителей и вот здесь тоже смотрите уже полив не нужен на картофель созрел созревает до выстаивается вот здесь все это вручную можно сделать мне как-то писали что как это если гектар или пол гектара то как это делать но мы не врачим гектары это фермерские они используют уже ядовитые вещества которые убивают но их вижу что безуспешно многие с этим не справляются потому что очень много пораженного картофеля продается в прошлом году видела очень много машины и грязный картофель продают люди покупают а потом из того картофеля ничего не могут выбрать чтобы приготовить что-либо вот поэтому сегодня задача у меня такая закрыть картофель вот эти все щели убрать вот смотри какая большая щель прямо открытый ход и обработать скрадо м это задача номер один и мы это сейчас делаем ну что ж раиса горяченко Александр Голик заняты вторым своим хлебом здоровьем хлеба и защитой от вредителей прощаемся с вами всего самого доброго до новых встреч в новых видео чтобы эти видео были позитивные и хорошие и чтобы вы видели свой картофель здоровым мы прощаемся с вами всего самого доброго до новых встреч в новых видео пока пока